В Екатеринбурге прямо целые происходили баталии во время Харинам. Так вот его по заднему месту, хлоп, это причем все было видно на камерах, то есть снимали вот эти журналисты, они будут видеть прекрасных Харикришна и будут видеть человека с табличкой Кришны это педофила, и у них будет складываться вот это вот мнение. Потому что если вы не будете этого делать, за вас будут рассказывать другие. Мы начали проводить широкомасштабную Харинама Санкиртону в Екатеринбурге в 2005 году. И до этого времени там такие были, знаете, вот есть нормальные христиане, а есть миссионерские отделы, которые занимаются тем, что просто борются с конкурентами, типа якобы с конкурентами, то есть наезжают там на тех, на других, на баптистов, на яговистов, светлые яговы, на протестантов разных. Но на мусульман не наезжают, потому что, ну их много, а на этих вот наезжают. И костерят их там почем зря, критикуют там, пытаются изжить со светом, ну и на нас тоже лезут. И лезли. Вот в Екатеринбурге прямо целые происходили баталии во время Харинам, когда вот эти попы, я их даже не называю нормальными христианами, это просто фанатики попы, такие с горящими глазами, приходили на наши Харинамы, вот в такой врясах своих, с крестами, в попахах этих, и несли такие разные транспаранты. Кришна — сатана, Кришна — это педофилы, Кришна пришел на землю, чтобы уничтожить всех людей, вот такие глупости написали. И преданные очень расстраивались и раздражались от этого. Но так как это было официально оформлено как молчаливый пикет, то по закону они действовали правильно. Вот мы идем с Харинамой, и они идут вокруг нас с вот этими лозунгами, транспарантами. И преданные злились, забирали у них эти транспаранты, дрались с ними, те подавали на преданных в прокуратуру заявления, и никак не могли. То есть это продолжалось несколько лет. Но причина, по которой это продолжалось, — это наше молчание. Мы шли с Харинамой, мы пели, мы раздавали просад. Эти люди в черном подходили к людям, которые у нас брали просад, забирали и выкидывали в мусорку. И вот представляете, да, с какой болью отзывалось в сердцах преданных. И что делать? А организаторы Харинамы, они просто упускали вот этот момент очень важный. Потому что если вы поёте на улице Харинаму, вы должны остановиться в каком-то месте, рассказать людям. То есть люди соберутся, и вы им должны рассказать о том, чем вы занимаетесь. Потому что если вы не будете этого делать, за вас будут рассказывать другие. Вот беда-то в чём? Если вы просто молчите, поёте, раздаёте просад, и даже книги не распространяете, как сейчас это повелось, под давлением, точнее не давлением, а по настоятельным рекомендациям властей местных, разные преданные, которые неопытны в этом, они поддаются на эти настоятельные рекомендации. Вот на такое, как будто бы не давление, а просто рекомендации. И перестают распространять книги на Харинамах, раздавать просад, то есть ловятся на это. Перестают лекции читать на Харинамах. Просто идут и поют. И вот результат может быть именно такой, что придут другие, и начнут за вас прямо во время Харинамы, начнут за вас говорить. И люди, они будут видеть вас, прекрасных, поющих Харе Кришна, и будут видеть людей, которые вместо вас рассказывают о вас, то, что им хочется. Результат вот такой будет. То, что люди будут, у людей будет двойственное мнение. Они будут видеть прекрасных Харе Кришна, и будут видеть человека с табличкой «Кришна это педофила». И у них будет складываться вот это вот мнение на основании вот этой пропаганды. Потому что, когда мы поём просто на улице, в этом нет элемента пропаганды, в этом есть просто элемент пения и культуры. Но Шила Прабхупада хотел, чтобы мы пропагандировали, чтобы мы разъясняли людям суть этого пения Харе Кришна мантра. И вот это продолжалось где-то пять или шесть лет. Там доходило до судов в Екатеринбурге. Я помню, даже был случай. Была Радхаятра огромная в 2002 году. Бхакти Брин Гаговинда с вами вёл эту Радхаятру. И опять пришли эти попы в большом количестве из миссионерского отдела. И вот с этими у них прямо, знаете, таблички. Вот эти они несут на палочках. И ещё в мешках куча этих табличек. На случай, если мы подойдём и зарвём, они тут же другую достают. И так получилось, что мы с женой и с сыном, с маленьким Радхараманом, ему тогда было три года ещё, мы ушли вперёд. Пошли просто вперёд перед Радхаятрой. И где-то в метрах в пятидесяти или в семидесяти впереди шли. И тут я увидел вот этого миссионера, не помню уж его фамилию, который нёс вот эту табличку. И я к нему подошёл. На табличке как раз было написано, Кришна это педофилы. И у меня ребёнок на руках. Я говорю, ты кого педофилом назвал? Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда быстро. То есть мне было совершенно всё равно, почему он должен меня оскорблять, а я должен молчать. Я подошёл, вырвал у него эту табличку и взорвал её, выкинул в мусорку. Тут же к нему подбежал помощник, достал другую табличку и дал ему в руки с какой-то другой же надписью. Я прямо с Радхараманом на руках подбежал к нему, выхватил эту табличку и взорвал её, выкинул её в мусорку. А в это время рядом проходили представители телевизионных каналов, четвёртого канала, ещё какого-то, четыре канала или три канала там было. И они со своими огромными вот этими камерами, тогда вот эти камеры огромные были, они начали снимать то, что происходит. Я прямо им на камеру начал говорить, посмотрите, что они делают, они занимаются разжиганием религиозной розни. Вот прямо сейчас они во мне разожгли религиозную рознь. И я даже если начну их бить, то я буду прав, закон будет на моей стороне. И почему вы не прекращаете это, я не знаю. Я обратился таким образом к властям. Потом мы развернулись с женой, мы такие разгневанные были уже. И смотрим, идёт подполковник, начальник там района, который, то есть они нас охраняли постоянно, постоянно, в том числе и чтобы у нас не было эксцессов с этими миссионерами. И я к нему подошёл и говорю, немедленно убирайте вот этого кадра с его писульками, иначе я прямо сейчас выкину его с плотинки в воду. А там как раз мы шли по плотинке, знаете, там есть такая плотинка, то есть мост, и под ней река течёт, там плотина. Я говорю, я сейчас его выкину просто, и закон будет на моей стороне. И если вы не остановите сейчас его, то я так и сделаю, и вы будете виноваты. Я сказал этому полковнику, он говорит, хорошо, подошёл, где-то сзади идёт Расхаят, рабушует, он подошёл к этому миссионеру. Так вот его, по заднему месту, хлоп, это причём всё было видно на камерах, то есть снимали вот эти журналисты, хлоп его и говорит, иди отсюда. И тот говорит, уж и полиция с ними заодно, и повелевая задом, так сказать, удалился. Таким образом мы избавились от этих глупых людей, которые критиковали нас в тот раз. Но потом, когда я стал лидером Харинамы в 2005 году, мы начали проводить стратегию, направленную на полное прекращение вот этой всей ерунды. И когда мы провели первую Харинаму, это был май 2005 года, мы провели первую танцующую Харинаму, то полиция настолько за нас боялась, что нас было 14 человек, а полицейских, или милиция тогда ещё была, их было 16 человек. И они шли вокруг нас, такой свиньёй, клином таким, знаете, как рыцари, чтобы нас охранять. В определённый момент я к ним подошёл, говорю, слушайте, вы это самое, вы не бойтесь за нас, ничего с нами не будет. И полицейские говорят, а что делать? Я говорю, ну просто сзади, идите сбоку где-то. Не бойтесь, ничего с нами не будет. Никто нас не побьёт. И они согласились. Кто-то из них сел в машину, кто-то пошёл назад. И эти попы стали приходить. И мы избрали просто чисто вайшнавскую тактику. Мы останавливались в людном месте, пели громкий киртам, собирали толпу большую людей, потому что мы красивые, разноцветные все, с кучей детей. И вот эти попы стоят сбоку, в чёрных одеждах, со своими лозунгами. Глупыми своими лозунгами. Пикет соблюдают, так сказать. И собрав вот эту толпу людей, мы останавливали киртан и начинали напрямую говорить, прямую проповедь говорить. Кто мы такие? Чем мы занимаемся? И потом обычно, как правило, я начинал разбирать надписи на табличках у этих миссионеров. И говорю, вот посмотрите на наших не коллег, партнёров, как сейчас это принято называть, соперников партнёрами. Посмотрите на наших партнёров, и вы видите вот эту надпись. Там были разные надписи, например, «Кришнаиты пьют коровью мочу». Говорят, видите, здесь написано, что «Кришнаиты пьют коровью мочу». В действительности коровью мочу пьют люди, у которых болит печень. Это аюрведический метод, рекомендованный и применяющийся в разных странах, в частности, в Индии. Я вот просто стал разъяснять вот эти вещи одну за другой. И когда я стал разъяснять, то эти миссионеры начали эти таблички прятать. Это был первый эффект. То есть они прятали одну за другой. Потом говорю, «Вот видите, ещё одна табличка. Смотрите, что на ней написано. Вот это, это, это. Давайте я вам это разъясню». И разъяснял. Они ту табличку прятали, доставали другую там, третью, пятую, десятую. Потом они ещё занимались тем, что распространяли листовки, порочащие нас. И эти листовки были напечатаны на обычной бумаге, на плохом ксероксе. Материалы, которые в них содержались, были плохо отредактированы с точки зрения стилистики, литературы, да и просто орфографии. В них просто были обычные ошибки, которые даже двоечник может заметить. И мы стали применять эту тактику. Просто брали эту листовку и начинали зачитывать её. Говорит, посмотрите, вот здесь вот орфографическая ошибка, здесь пунктуационная. И почему? То есть я прямо обращался к этим людям, которые распространяют, что у вас же богатая организация. Возьмите хорошие фотографии, отредактируйте хорошо текст, напечатайте на цветной бумаге, то есть на цветном ксероксе, чтобы было красиво. Вложитесь хоть деньгами в это дело. У меня пятёрка по литературе, говорю, давайте по-русскому, давайте я вам отредактирую, давайте сотрудничать. И их это так сильно сбивало, это называется вышибание шаблона. И это происходило на глазах у людей, то есть мы же это делали во время лекции на хоринами, что они стали постепенно менять тактику, то есть они перестали делать пикеты, перестали вот эти вот грубые, обидные таблички носить, порочащие нас попусту. Потом они перестали раздавать эти листовки свои. Потом они вместо того, чтобы раздавать листовки, порочащие нас, стали распространять свои собственные газеты, то есть занялись Санкиртаной. И что было очень хорошо, я к ним подходил, говорил, молодцы, молодцы, посмотрите, вы занимаетесь Санкиртаной, то есть вы проповедуете славу Господа, продолжаете это делать. Зачем бороться с другими, кто также занимается распространением славы о Боге? Зачем? Но они сменили тактику, и они стали присылать к нам на Харинамы, а так как Харинамы у нас шли 5-6, то есть 7 раз в неделю в летнее время, они стали присылать к нам на Харинамы скинхедов, которые были, то есть это было такое у них сотрудничество со скинхедскими организациями, то есть они были учениками воскресных школ от скинхеда. И они с этой точки зрения были очень подкованы такие лысые ребятам у скинхеда, лысые ребята в кожаных куртках и таких тяжелых ботинках. Они приходили и вызывающе себя вели, то есть они задавали провокационные вопросы, там еще что-то, и мы отвечали на эти вопросы каким-то образом. Иногда просто доходило до грубости, и мы им давали жесткий отпор, просто говорили еще раз и в глаз, еще только дернетесь, и мы просто сейчас же на месте вас здесь и уроем. Мы прямо им так это и говорили, потому что о чем нам? Добро должно быть с кулаками, как это какой-то известный писатель сказал. И в один из дней, это было лето уже 2006 года, а нет, это был конец нашего летнего сезона 2005 года, один скинхед во время вопросов, то есть во время лекции Харинамной, он просто вышел вперед и сказал интересную фразу, а почему вы утверждаете, что Кришна – это верховная божественная личность, хотя верховной личностью считается Вишну? То есть это вот человек, вот скинхед, значит, слушатель воскресной христианской церкви, то есть их там вот этому учили, задавать вот такие вопросы, он задал этот вопрос, на что я ему произнес фразу, это не я так считаю, так написано в авторитетных ведических произведениях. И вот эта фраза, опять же, собралось там несколько десятков людей, и вот у нас они слушают очень внимательно, вот эта фраза, она просто, я не знаю, что с ним произошло, хотя это совершенно простая фраза, но с ним произошла какая-то перемена, в его глазах появилась какая-то осмысленность, и он прямо при всех поклонился, вот так вот, и сказал спасибо большое, и ушел, и с этого момента никакие скингеды больше к нам не приходили на Харинамы. Но был еще один эксцесс, это случилось также где-то в конце этого же 2005 года, в одной из последних торжественных Харинам, когда нас там около, может быть, ста человек, мы вышли в центр города, на Вайнера, и с нами было, мы такие, знаете, нарядные, сияют солнце, лето, там, конец августа, и мы поем, очень замечательный Киртан, и собралась, стоим, как, ну, потому что Харинама, это означает не шествие, это означает, когда мы стоим на месте, поем, потом лекцию читаем, поем, лекцию читаем, вот это настоящее Харинама, и распространяем книги, и раздаем просад во время всей Харинамы. Это вот и есть Харинама, а не просто шествие от одной точки до другой, без распространения книг, без раздачи просада, а просто громкое пение. Я не считаю это Харинама, я считаю это просто такой крестный ход, скажем так, то есть такая выхолощенная Харинама, и пусть меня, и делайте со мной что хотите, за эти мои слова. То есть обязательно должно быть распространение книг, раздача просада, и стоянки во время Харинамы, на которых мы рассказываем людям о сознании Кришны, периодически. 15 минут киртан, 5 минут лекция, 15 минут киртан, 5 минут лекция, и так можно несколько часов петь. И вот была как раз такая Харинама, мы стояли у длинного дома, где сейчас находится кафе Рада, первое вегетарианское кафе в Екатеринбурге, и нас была большая толпа, и собралась очень большая толпа людей, и пришли вот эти вот миссионеры, человек 20, наверное, в рясах, там, ну, с этими опять транспарантами, и мы спели большой киртан, собралась большая толпа, и мы начали читать обычную лекцию, Харинамную обычную лекцию, вы не тело, Кришна Бог, предайтесь, служить, это, ну, знаете, такую обычную стандартную лекцию, и, и потом это перешло в русло, вот именно в такое, то есть, и эта лекция продолжалась 30 минут, 30 минут, и за это время толпа становилась все больше, больше, и больше, и больше, и потом я уже начал говорить, посмотрите, вот, наши партнеры, на своих табличках пишут, что Кришна это педофилы, посмотрите, мы похожи на педофилов, посмотрите, сколько у нас детей, посмотрите, как эти дети счастливы, а там было много детей, и преданные были все в ярких одеждах, я просто говорил, говорил, говорил об этом, с точки зрения логики, здравого смысла, применяя аргументы, аналогии разные, и в определенный момент, группа людей, просто, обычных, побежала в сторону, вот этих миссионеров, и начали им что-то говорить, что-то возбужденно говорить, и эти миссионеры, развернулись, и ушли, и с этого момента, по крайней мере, на моей памяти, за то время, пока мы проводили Харинама Санкирта, ну там с 2005 по 2011 год, они ни разу больше не появлялись на наших мероприятиях, что-то с ними произошло, и это что-то, это наше правильное поведение, с точки зрения подачи, философии, практики сознания Кришны, широким слоям населения, поэтому, сделайте из этого правильные выводы, ничего не бойтесь, идите вперед всегда, распространяйте движения Санкиртаны, и отстаивайте Кришну и его преданных, если кто-то на просторах интернета, или вживую критикует, их отстаивайте, Кришна вам поможет, но ведите при этом себя как джентльмены, то есть применяйте логику, аргументы, здравый смысл, и не применяйте кулаки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...